Без денег и в полуразрушенном доме. Одинокая мама с дочерью, которые живут в Старогнатовке, с ужасом ждут предстоящую зиму. Восстановить жилье после обстрелов полностью не могут. В поселке опасно находиться на улице. Местные жители в постоянном страхе. Подробности в следующем сюжете. Старогнатовка – небольшое село на юге Донецкой области. Сейчас это линия разграничения. Особенно страшно на окраинах. Когда дочь находится в школе, на репетиции, я себя гораздо спокойнее чувствую, потому что здесь в центре более безопасно. Когда находимся дома, такого ощущения нет. Окрайна села и очень опасное место. Пока семилетняя Надя на танцах, она забывает о войне. Не боюсь выступать. Все у меня хорошо получается. Хвалят меня. А вот идти домой одной страшно. Поэтому ее мама Ирина Петровна встречает дочь, чтобы вместе преодолеть опасный участок дороги. Сюда было, собственно, прямое попадание. Однажды дом семьи Жугановых попал под обстрел. Оказалось, что жизнь закончилась, потому что друг за другом снаряды ложились, тот грохот. Каждый раз, когда падал следующий снаряд, вылетали следующие окна. То есть стекла сыпались просто. Вот так это все выглядело. Вот рамы, повылетали они с окон, разорвало на кусочки. Чудом уцелев, одинокая мама с ребенком уехали из поселка. В разрушенном помещении зимой нельзя было оставаться. Мы вынуждены были уехать. Находились у родственников в Рыбинском. Потом здесь, в селе, нас приютили, скитались какое-то время. В разбитый и холодный дом семья вернулась весной, когда потеплело. Но спустя полтора года жилье так и не восстановили. Нет денег. Эту пленку и закрыли, потому что там дует сильно. Старые оконные рамы и кирпичи бесплатно дали соседи. За мизерную зарплату почтальон едва может позволить себе купить продукты. В чем можно отказывать, в том и отказываем. Стараемся на еде экономить, стараемся на одежде. Семье Жугановых и сотнями ходносельчан гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает регулярно. В этот раз мобильные волонтеры выдали полтысячи наборов выживания. Ринат Леонидович, мы благодарны вам за поддержку, за помощь. В это нелегкое время, во время войны, что вы не забываете таких, как мы, простых людей. И помогайте нам. Мы очень благодарны. Низкий вам поклон. Без такой помощи многие бы не выжили, говорят местные жители. За время боевых действий штаб Ахметова раздал 11 миллионов 875 тысяч продуктовых наборов. Их получают самые незащищённые. Дети, многодетные семьи, старики, инвалиды из прифронтовых населённых пунктов Донбасса. Инна Желенко, Ростислав Сысоева, Оксана Корчма, Евгений Якунин для телеканала Донбасс.